Всем привет! На форум поступил вопрос. Звучал он так, что человеку необходимо было перегородки на каких-то схемах показать другим цветом. Для этого изначально попробуем отрисовать несколько стен. И внутри какие-то там перегородки сделаем. Можем сделать их, не знаю, там другим типом стены. Так. Пускай будут эти гипсокартонные стены. Перейдем на 3D вид. Значит, первый вариант. Если необходимо отобразить эти элементы только на одном виде, мы можем спокойно их выделить через правую кнопку, припредельный график на виде для именно элемента. И здесь уже настроить поверхность, цвет, который там нам необходим. Ну и выбрать здесь вот, скажем, там заливку. То есть, если такой вариант подойдет, но он работает именно при тонированном отображении, то как бы можно смело пользоваться. Если у нас эта схема повторяется на нескольких видах, то, соответственно, неудобно каждый раз настраивать поэлементно. Поэтому сейчас через Ctrl-Z я верну действие назад и покажу, как пользоваться настройкой массовой как бы фильтрами. Для этого идете в вкладку вид, видимость графика, заходите в фильтры и создаете фильтр. Жмете изменить создать. Вот здесь жмете создать новый. И пишите здесь, допустим, фильтр перегородки. Ой, вот латыница сейчас. Фильтр перегородки. Окей. После чего здесь нам необходимо выбрать категории, с которыми будем работать. Поскольку перегородки являются стенами, соответственно, мы выбираем стены. И здесь мы выбираем, по чем, собственно, их фильтровать. В принципе, если нам необходимо только менять их цвет, мы можем здесь ничего не настраивать. Нажать просто ОК. ОК. Здесь в фильтрах, поскольку их нету, мы берем наш фильтр и жмем ОК. Далее мы можем, допустим, если видимость отключим, соответственно, стены не будут отображаться. Можем видимость включить, они будут отображаться. Но поскольку мы взяли категорию стены, соответственно, он скрывает и стены. Поэтому для того, чтобы скрывать именно перегородки, мы можем взять какой-то параметр, к примеру, по имя типа, которое равно имя наших перегородок. Вроде мы вот эти использовали. И здесь можем нажать ОК. То есть этот фильтр будет работать только перегородки. То есть у нас есть возможность настраивать, так как нам удобно. Далее мы можем перепределить здесь цвет и так далее. И выбрать заливку. Далее, собственно, использовать это все у нас в проекте. А, здесь не работает, потому что я Ctrl-Z нажал. Если вот тонированный вид, то все будет работать. Вот то есть фильтрами можно настроить удобно, чтобы фильтровались какие-то элементы, отображались как-то. То есть у нас может быть какой-то рабочий вид, на котором в других цветах элементы разбросаны фильтрами. И, собственно, удобно в пользовании.